Что мы будем делать дальше? Ну вот, Путин посадил Алексея Навального в тюрьму. Любу Соболь, Киру Ярмыша, Олега Степанова и Олега Навального и еще многих других посадил под домашний арест. Ну и что теперь? Крышка команде Навального? Штабы теперь закроются, волонтеры разбегутся, вся структура развалится? Наверное, нет. Но какой тогда у вас вообще-то план? Это понятный вопрос, и люди его законно спрашивают. И на него есть понятный ответ. Конечно же, наша работа не остановится, а даже наоборот, ведь мы стали еще злее и получили много дополнительной мотивации. Давайте подробно разберемся с вопросом о том, как все у нас устроено и как все будет работать дальше. Во-первых, я еще раз хочу рассказать, как устроена команда Навального. У нас есть, собственно, фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем. Директор фонда Иван Жданов. Фонд занимается антикоррупционными расследованиями. Отделом расследования руководит Мария Певчих. Ну и вообще разными проектами, которые направлены на борьбу с жуликами и варами во власти. В фонде работают юристы и дизайнеры, программисты и менеджеры проектов. Около 40 сотрудников. Еще примерно 20 сотрудников работают в другом подразделении, на канале Навальный Лайф, которым руководит Любовь Соболь. И, наконец, после президентской кампании 2018 года у нас еще функционирует сеть штабов Навального по всей стране. 40 штабов в регионах и центральный аппарат в Москве. Штабы занимаются не только расследованиями, но и политическими проектами, организацией митингов и других политических кампаний, региональными и местными выборами и, конечно же, нашим самым главным политическим проектом – умным голосованием. Этим проектом и всей сетью штабов руковожу я. Каждое из трех больших подразделений команды Навального независимо собирает деньги на свою работу. Канал Навальный Лайф через механизм спонсорства для подписчиков канала, а ФБК через пожертвования на сайте ФБК. И у сети штабов тоже есть свой сайт, и там свой сбор пожертвований. И мы, разумеется, благодарны в равной степени всем, кто поддерживает любое из этих трех направлений работы, а особенно тем, кто поддерживает все три. Почему я обо всем этом решил так подробно еще раз напомнить? Чтобы вы видели, у нас четко распределены зоны ответственности и направления работы. И все под контролем. Каждый на своем месте и знает, что делать. Алексей Навальный является политическим лидером и основателем всей нашей большой структуры. Но он не занимается непосредственно текущей организационной работой. Он определяет общее направление нашей деятельности. Это позволяет нам эффективно работать и в периоды его отсутствия. Мы ведь справлялись и тогда, когда он провел целый год под домашним арестом. И во время его многочисленных арестов в спецприемниках за митинги. И даже когда он был в коме после того, как Владимир Путин отравил его новичком в прошлом летом. Так что не сомневайтесь, мы сейчас справимся. Благо Алексей поставил перед нами амбициозные задачи на этот год и сформировал большой план действий. Перед тем, как Алексей Навальный улетел из Берлина в Москву, мы много, долго и глубоко прорабатывали возможные сценарии развития событий. И, разумеется, сценарий ареста в аэропорту и последующие замены условного срока на реальный мы тоже обсуждали. Честно сказать, мы не могли себе представить, что Путин реализует этот сценарий самым тупым и позорным образом из всех возможных. Вот это замена аэропорта, суд в полицейском участке такой глупый, многочисленная армия ОМОНовцев на страже якобы открытого судебного заседания в Мосгорсуде. Весь мир увидел, что дело Навального является исключительно политическим, нелепо сфабрикованным. И что Путин посадил его за то, что Навальный осмелился выжить после покушения, расследовать покушение и вернуться в Россию. Итак, все произошедшее находится в рамках плана, который мы с Алексеем рассматривали. И мы сейчас действуем по заранее продуманному плану. Главное, что надо понимать, все только начинается. Нам предстоит большая работа, мы хорошо понимаем, в чем заключается наша задача. Ну, давайте на секунду отбросим эмоции и переживания, очень понятные на фоне этих драматических событий. И все-таки посмотрим, как Алексей любит говорить, на большую картинку. А большая картинка вот в чем. Наша поддержка растет, поддержка Путина падает. Это не значит, что Путин завтра уже покинет Кремль, а Навальный завтра покинет тюрьму. Но это исторически предопределено, неизбежно. А наша задача приложить максимум усилий для того, чтобы это случилось как можно раньше. Просто потому, что каждый лишний день Путина у власти, это всегда был день, когда Россия отставала от всего мира. А теперь это еще и день, когда Алексей Навальный ни за что сидит в тюрьме. Ну, то есть, не за что, а за то, что посмел выжить. Мы должны сделать и сделаем все возможное, чтобы этих дней было как можно меньше. И сейчас это проще делать, чем когда-либо. Потому что мы находимся в моменте, в ситуации огромного морального превосходства. Рейтинг Путина обрушился. Очень большого числа людей открылись глаза на то, что он представляет собой на самом деле. Мы никогда не получали столько писем с предложением поддержки. Никогда столько людей не говорили, что хотят у нас работать. Никогда столько людей не присылали нам пожертвования. Мы сейчас набираем ход. Но, конечно, нет никаких розовых очков. У Путина еще остался серьезный запас прочности в виде силовиков с дубинками и новичком. В виде людей, одурманенных телевизионной пропагандой. И, конечно, в виде тех, кто присосался к нефтегазопроводу и к бюджету. Их не так много. Но не так и мало. Значит, нам предстоит большая работа. Поэтому, конечно, наше движение никуда не денется. Чтобы Навального, ФБК и канал Навальный Лайф продолжают работать на стороны правды, справедливости и здравого смысла. На этой стороне работать легко и радостно. Мы остаемся в рамках мирного ненасильственного протеста. Потому что мы не собираемся растратить наше моральное превосходство. Именно оно привлекает к нам сторонников. Мы собираемся много говорить о том, что произошло в России и с Россией в эти две недели после возвращения Навального в страну. Потому что эта простая правда, эта история открывает людям глаза. Как в нашей стране, так и за ее пределами. Наш план, план Алексея Навального, заключается в том, чтобы прежде всего наращивать давление на Путина. Как изнутри страны, так и снаружи. Чтобы добиться освобождения Навального и всех политзаключенных. Чтобы добиться перемен к лучшему. Будут выходить новые расследования фонда борьбы с коррупцией. Штабы будут проводить новые мирные митинги и шествия. А осенью мы снова пойдем на выборы. И обязательно победим. Нам надо привлечь 5 миллионов избирателей в умное голосование, чтобы победить Единую Россию во всех крупных городах страны. И 200 тысяч наблюдателей, чтобы отстоять нашу победу. Это очень трудная задача, которая требует большой организационной работы и подготовки. Но теперь она нам вполне под силу. Абсолютно новое для нас направление работы. Внешне политическое. В рамках этой работы мы отберем у путинских кошельков и у его друзей-олигархов их активы по всему миру. Чтоб там не ныла пропаганда. Эти олигархи не Россия. И санкции против них это санкции не против России. Это санкции против Путина и его режима. А значит за Россию в ее интересах. Потому что потом, конечно, все замороженные санкционные активы вернутся в бюджет прекрасной России будущего. Откуда их сейчас Путин с друзьями крадет. Расследование про дворец подтвердило ведь какую важнейшую вещь. Путин больше всего на свете любит деньги. Значит, это его болевая точка. И значит, надо бить по деньгам. Пусть. Пусть все его Тимченки и Ротенберги бегут к нему жаловаться, что из-за Путина у них все отобрали. Пусть требуют, чтобы он что-то с этим сделал. Пусть задумываются. А нужен ли им Путин, из-за которого у них столько проблем. И, конечно, мы сделаем так, что ни один мировой лидер не будет говорить с Путиным ни о чем, кроме освобождения Алексея Навального. Пусть наш великий геополитик бегает от международных встреч на высшем уровне, как нашкодивший щенок от хозяина. Они будут для него больше не моментом торжества, а моментом унижения. Унижения, которого он абсолютно достоин. Не сдавайтесь, не опускайте руки и не думайте, что Путин победил. Все наоборот. Владимир Путин моральный банкрот. И у сторонников, и у бенефициаров режима больше не может быть никаких моральных оправданий и самооправданий. Нельзя занимать среднюю позицию, больше нельзя быть немножко за Путина, нельзя быть вне политики. Да, ситуация, черт возьми, разделила все на черное и белое. Вот такой сейчас политический момент, когда стало абсолютно ясно, где правда, а где ложь. И я знаю, что на светлой стороне гораздо больше сил. Россия будет свободной. Свободу Алексею Навальному, свободу политзаключенным. Долой Путина!